Государственные флаги приспущены в Казахстане в знак траура по погибшим во время столкновения в Алматы и некоторых других городах страны. Установлены потери среди сотрудников сил безопасности, заявил на внеочередном саммите ОДКБ президент Касым Жамар Такаев. Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество уточняется. События первых дней января, когда за мирными протестами в связи с подорожанием газа вспыхнули беспорядки в Алматы, Такаев назвал попыткой государственного переворота. Он обратился в ОДКБ с просьбой направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, которые сейчас насчитывают 2030 человек личного состава и 250 единиц техники. Переброску войск осуществили самолеты российской военно-транспортной авиации. Обратными рейсами они вывезли на родину граждан России, оказавшихся в Казахстане в период волнений. По оценке Такаева, Казахстан подвергся террористической агрессии с участием иностранных боевиков. По словам президента России, события в Казахстане не первая и не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела, цитата, наших государств. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Российский лидер добавил, что миротворцы останутся в Казахстане столько времени, сколько необходимо. Но этот период будет ограниченным, и его продолжительность определит руководство страны.